...себя показалось, что эти книги нравятся не только нам. Этих людей становится все больше и больше. И вот в этом я вижу наше главное, наверное, достижение. Я сужу по себе, потому что мне трудно за других сказать. Ее хочется читать, когда она вот красивая книга такая, великолепная переплета. Конечно, приятнее читать. И хочется ее почитать, и хочется перелистать. И предвкушаю, что там будет. Я видел, как другие читают. Они начинают читать, а потом смотрят картинки. А что там вообще происходит? А потом опять читают, а потом опять смотрят. И, допустим, когда портреты, то они подчас даже и возвращаются к этим портретам. Ну, это как образы героев и нет, естественно. Вот так я представляю, как начинают читать книгу вот такого типа. Конечно, издательств было много. Я больше 60, наверное, книг сделал. Но как-то я занимался немножко другим, все-таки, станковым искусством. Даже журналом интереснее, может быть, по часу было заниматься, чем с книгой. Последние годы где-то меня стало больше интересовать. Мне не всегда нравилось, как печатали. Сколько книг их испортили. Испанская новая золотого века, я туда сделал кселографии. Они сейчас печатаются во многих изданиях за рубежом. Книжка вышла в художественной литературе, но напечатана газетная бумага, и все пропало. А вот в последнее время очень интересно, вот то, что Светанова, это очень интересно. Так я предполагал, как я хотел, как задумано, именно так и напечатано, именно так она и выполнена. Хорошая печать, хорошее издание, классные переплеты. Совсем другое дело. Это уже стало почти главным делом в жизни. Ну, одно из самых главных. Книга у меня с самого раннего детства. И, пожалуй, исподобали. Ну, как знамя Божье. Потому что у дедушки было собрание красивых книг. В советское время называли подарочных. Когда мне исполнилось 4 года, он посадил меня за столик и вытащил тон. Войны и мира. Сытинского издания. Кожаный черный переплет, рельефы. Картинки под папиросной бумагой. И вот когда я первый раз отвернул эту папиросную бумагу, я узрел мир, которого я не находил вокруг себя. Появились люди, которые где-то сумели воплотить мою мечту. Мне не просто важна хорошо оформленная книга. Мне нужна вот любовь. Прожитая жизнь с автором. Любовь не скроешь. Ну, где взять новых гениальных художников, где взять порой средства. Но старание каждый раз выпустить книгу события, книгу художественного произведения, это очень важно. Это всегда хорошо, а значит затратно, исполнено, выдержано и достойно. Я сейчас занимаюсь создательством Витанова со всеми, кто там трудится. А там трудятся настоящие, потому что они простые и, станут быть, художники. Витанова со всеми, кто там трудятся. Витанова со всеми, кто там трудятся. Фантастический коллектив Витанови. Валерий Георгиевич Траугот, мастер, учитель, художник, хорошо знал Витанову. Бывал у нас очень часто. Он сказал, говорит, Алексей. Я в многих издательствах проработал. И такого коллектива, как Витановия, я не встречал никогда за всю свою жизнь. После таких слов можно возгордиться. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нормально, что книги издательства Беданова не очень дешевые, зато у них великолепное качество Это те книги, которые, купив люди, понимают, что они сделали великолепное приобретение Не только эстетическое, но еще и, я бы сказал, вклад своеобразный Потому что тиражи небольшие, и я знаю, что эти книги, вот этого и даст Они будут только становиться с годами уникального явления Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!